Всем привет, с вами Прия. Сегодня хотелось бы рассмотреть сетовый набор на воина в виде того, который будет у нас падать с гробницы Саргераса и рассмотреть его какой-либо бонус и как его можно конкретно полезно уже использовать. Давайте посмотрим на статы тех шмоток, что нам даны. Голова имеет большой набор крита, но малый набор скорости. Плечо скорость универсальность в приоритете скорость. Плащ искусности приоритете крит в меньшинстве. Грудь скорость в большинстве искусности в меньшинстве. Кисти рук универсальность с повышенным приоритетом, крит в меньшем и ноги искусность в большем, универсальность в меньшем. Осмотрев эти кусочки, я могу сказать только одно, что, скорее всего, будет одеваться плечо, грудь, ноги, а четвертый кусок уже, ну, скорее всего, спина или голова. Ну, спина получше будет, потому что крит, как конкретно я считаю, я считаю, на воина, ну, типа, не очень. То есть, да, крит это весьма полезно, он дает нам, ну, само собой, криты, да, от наших способностей каких-либо, и парирование. Но это не так классно, как искусность или скорость. Или хотя бы даже та же универсальность, допустим, против каких-либо магических боссов, крит нас не спасет. Парирование уж тем более. Итак, рассмотрим сет-бонус. Сет-бонус направлен на раго-реген. И вам придется прожимать такую кнопку, как Ярость Берсерка. То есть, Blizzard решили после того, как отняли у нас одну кнопку. Я больше чем уверен в том, что большинство протваров, которые посмотрят этот видосик, гоняют с сокрушителем. Уж в миф-плюсах это точно. Потому что 25% бонусного хп. Ну, смотрите, то есть, да, сейчас у меня... Где мое хп? Ну, не отображается. Окей, хорошо. Текущее мое хп это 4 млн 922 тыс. С этим талантом 6 млн 152 тыс. Это получается 1 млн 230. Ну, этот миллион, он не особо скрасит жизненными в плюсах, как наибольший раго-реген и дамаг при использовании таланта сокрушитель. Ну, мало того, что мы сами дамагаем от сокрушителей, еще накапливаем ярость за вот эти автоатаки, типа... Так еще и мощный удар щитом восполняется намного быстрее. Если прокнет, конечно же. Так вот. Близзард добавляет нам дополнительную кнопочку. Теперь нам придется прожимать ярость берсерка не только при попадании в какой-либо фир или паралич. Ну, фир мы, конечно, чаще в пве попадаем. Вот. Его надо будет сжать еще и с целью того, чтобы при двух набранных комплектах набирать 50 ярости. А 50 ярости это хороший опенер, можно и так сказать. Далее, от четырех кусков просто очень сладкий бонус. То, что мощный удар щитом сокращает время восстановления ярости берсерка на 3 секунды. Как мы прекрасно знаем, мощный удар щитом откатывается от таких способностей, как сокрушение, удар грома и реванш. С вероятностью 30%. Да, иногда он может прокать раз за разом, иногда может вообще не прокать. Тут случайность на случайности, скажем так. Давайте просто побьем манекен. То есть, ну, мало ли, может, есть люди такие, которые посмотрят этот видос, не играющие конкретно сейчас в Warcraft и думают, оплатить ли им. Вот. И они не смогут это потестить нормально. А вот я могу. Почему бы и нет. Давайте начнем. То есть, раз прок. Два. Три. Каждый прок будет сокращать восстановление нашей ярости берсерка на 3 секунды. Все просто. То есть, ну, проки есть. Еще бы. Если набрать до кучи скорости, это уже если так углубиться в какие-либо гайды на протвара, то, разумеется, скорость нужна с целью совершения быстрых автоатак. А как я уже сказал ранее, чем чаще автоатаки, тем чаще происходит дамаг от сокрушения. Вот и все. И поэтому воины, у которых до кучи скорости, будут иметь еще больше ярости. То есть, это, скажем так, небольшая награда. Если можно так выразиться. То есть, когда-то проки идут, когда-то проки не идут. В общем, думайте сами, но 4 куска будут весьма вкусными. Очень вкусными. Прям вот очень-очень. Да. Оно того стоит. Отнимайте их у шаманов, у охотников ваших. ДП с рейда нам не сдался. Мы эгоисты. Нам самое главное, чтобы мы оделись. Ну, либо кидайте монетки. Давайте сейчас глянем, с каких боссов какие куски у нас падают. Конечно, я уже сказал свое мнение о том, что какие куски стоит одевать приоритетней. Ну, то есть, с полезными статами. Но, конечно, если изначально упадут кусочки не очень, то их тоже стоит одеть. Почему бы и нет. С целью получения сет-бонусов. Итак, шлем падает со второго босса. Перчатки с третьего. Сейчас мы все будем внимательно смотреть. Ноги с пятого. Плащ с шестого. Плечи с восьмого. И грудь с девятого. Надеюсь, я правильно посчитал. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять. Да, все абсолютно верно. То есть, вы увидели боссов, с которых падают какие-либо сетовые кусочки. Килджиден очень вкусный по луту. Этот аксессуар нужен чуть ли не всем танкам. Сетовый кусок весьма полезен, так как имеет хороший запас скорости на себе. То есть, почему бы его и не экипировать. На этом мой монолог подходит к концу. Я сказал всю свою мысль по поводу этого. Думайте, обсуждайте, выносите на какое-либо свое обсуждение, если оно у вас есть среди каких-либо воинов-танков. Так что, почему бы и нет. Всех вам благ, счастья, здоровья. Легендарок побольше в виде запястья, в виде перчаток Кушана. Я знаю, они нужны почти всем, почему бы и нет. В общем, какие легендарки конкретно вы хотите, те и дропайте, почему бы и нет. Всех вам благ, повторяюсь уже. Счастья, здоровья. И голды побольше. И здоровья. Ну, вы поняли, короче. До скорого.